Всем привет, с вами канал Непал. И сегодня мы в этом видео подготовили для вас ТОП 6 компактных подов, чтобы вы не спалились. Ведь мы все прекрасно понимаем, что в основном используют поды школьники. Если ты школьник, то этот видос для тебя, ну или человек, которому просто не хватает места. Итак, мы начнем. Шестое место у нас занимает Слон Чирон Бэйби. Компактная подсистема, оснащенная достаточно мощным аккумулятором и рассчитанная на использование съемного картриджа со сменными испарителями, а также сточенную фирменным чипсетом Anti-Smart Chip. Дизайн устройства достаточно простой и независоватый, но при этом очень удобный в использовании и эргономичная в размерах. Новый чипсет позволяет использовать девайс в двух режимах, причем переключение их производится автоматически в зависимости от сопротивления установленного испарителя. А пятую строчку в нашем топе займет ВУПУ ДРАК НАНО 2. Компактная подсистема, оснащенная встроенными аккумулятором средней емкости, работающая под управлением в чиподжин и рассчитанная на использование смены картриджа со встроенным испарителем. Девайс выполнен в таком же стиле, как и предыдущая модель. Угловатая, небольшая конструкция с характерным дизайном и относительно малым весом. Можно подобрать на нем три мощности режима, позволяющие вейперу выбрать себе оптимальный для него вариант работы. Смены и картриджи оснащены встроенным испарителем с сопротивлением 0.8 и 1.2 Ом. Если посмотреть на ВУПУ ДРАК НАНО 2, то сразу становится понятно, что это именно ДРАК НАНО, а не какой-то другой девайс, так как он выполнен в традиционных для этой серии устройств дизайна. Небольшого прямоугольника с радиально срезанными углами, при этом в нем нет никаких скругленных линий или узлов, только углы, только ходкоры, только ДРАК. Четвертое место займет СМОК НОВА 2. Компактная подсистема, оснащенная в достаточно мощном для своего класса аккумулятор и рассчитанная на работу со сменными картриджами семи типов. Дизайн новой версии остался узнаваемым и эргономичным, поэтому никаких сложностей в использовании не будет, когда также возможность кастомизации девайса при помощи специальных наклеек. Немаловажным для вейперов моментами очень смело можно считать возможность использования картриджей, так как для первой версии пода, так и разработанных для второй. Несколько обновленных относительно используемых нагревательных элементов. Третье место у нас занимает ВПРС ОСМОК Компактная подсистема, работающая от аккумулятора средней емкости, рассчитанная на использование сменных картриджей со встроенным испарителем высокого сопротивления для парения жидкости на солевом никотине. Дизайн нового девайса достаточно простой и привычный многим. Это небольшой обмылок, но особое внимание производитель уделил тому, чтобы поверхность устройства была рельефной для удобства использования. Подсистема рассчитана на использование жидкости на солевом никотине, так как сменный картридж имеет встроенный испаритель высокого сопротивления. Второе место у нас занимает JustFog Minifit S. Компактная подсистема, оснащенная аккумулятором средней емкости, рассчитанная на использование сменных картриджей со встроенными испарителями для парения жидкостей на солевом никотине. Выполнить новый девайс по аналогии с предыдущей версией, но при этом в нем нет скругленных углов и грани, так как они теперь четко видны и ощутимы, хотя на эргономику это особо не повлияло. Устройство все такое же удобное и практичное. Активировать девайс можно при помощи кнопки Fire и при затяжке это очень удобная подсистема, рассчитанная на использование сменных картриджей со встроенным испарителем сопротивления 0.8 Ом. И первое место по компактности занимает дживу. Это система закрытого типа для быстрой доставки никотина в организм, работающий от встроенного аккумулятора, использующий одноразовые сменные картриджи, наполненные жидкостью крепкостью 20 мг на 1 мл. Устройство по праву считается одним из самых миниатюрных на сегодняшний день, поэтому можно смело класть в карман рубашки, не бояться, что оно будет выглядывать и мешать. Выполняется девайс только в одном цвете, черном. И это не удивительно, так как оно изначально позиционируется как девайс для деловых людей, которым ни к чему яркие бурские цвета, привлекающие внимание. Джул – это одна из самых компактных путь систем, которую можно купить на вейп-рынке, причем не только на отечественном, но и на мировом. Размеры девайса поражают, так как его длина 9 см, а ширина всего 1,5 см, поэтому проблем с его переноской не будет. Он без проблем поместится куда угодно, в кармане рубашки или пиджака, в портмейне или в клатче. Единственная проблема – его просто потерять, так как он весит менее 80 грамм и с его капаритными размерами можно просто не почувствовать, как девайс выпадет. Естественная эргономика устройства на высоте за счет компактных размеров. Мы делали видео не о самых лучших плодах, а о самых компактных и расставляли их так по топу, так что не надо жаловаться в комментариях, это все наше мнение, которое вы можете прислушаться. А я могу прислушаться к вашему, но не надо хейток. С вами был канал Непал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!